Максимально быстро, как только возможно, рассказать о возможностях рентгеновской компьютерной томографии в оценке коронавных артерий. У нас форма школы, поэтому у меня более практическая информация. На чем сведение возможности исследования коронавных артерий возникло при появлении компьютерной томографии в 64 слеза и более? Возникло это где-то в середине 2000-х годов. Мы видим, что количество срезов увеличивается значительно. Вот, собственно, где-то вот здесь и появилась возможность вообще визуализации, нормальной, адекватной визуализации коронавных артерий. Ну, вот, например, с флага революции коронаврографии мы постепенно увеличиваем количество срезов, например, от 4 от 1 до 420 или 640. Плюс к этому мы увеличиваем ширину покрытия от 4 сантиметров до 16 и одновременно с этим уменьшаем временное разрешение. То есть уменьшаем время ротации. Время ротации с одной секунды, полусекунды достигает уже сейчас 250 и даже менее. Одновременно с этим мы уменьшаем время сканирования и уменьшаем дозу. Ну, может быть, в меньшей степени в Российской Федерации это тенденция есть, но, тем не менее, мировая тенденция есть по уменьшению дозы. Место компьютерной томографии в диагностике ишемической болезни сердца. Немного по гадлайн. Гадлайн, почему вообще мы используем категорноарографию? Сердечно-сосудистые заболевания это очень распространенная причина смертности. Золотым стандартам, конечно, визуализация категорноарографии является селективной ангиографией. Но она достаточно сложна, трудна в выполнении, поэтому и имеет достаточно большое количество осложнений, поэтому мы можем использовать категорноарографию как дополнительный метод. Ну, вот есть критерия Американского колледжа кардиологии, в которых указаны доказательные уровни рекомендации. Мы видим, что в некоторых случаях это уровень А. И если перевести это на человеческий, на русский язык, то, грубо говоря, показания категорноарографии – это низкая или промежуточная вероятность наличия поражения коронавных артерий. Это атипичная стенокардия, сомнительные тесты по ишемической болезни. Это острая боль в грудной клетке с нормальной или неинформативной ЭКГ, с неизмененными ферментами крови. То есть такие ситуации, когда непонятно, что происходит. То есть пациенту – это оценка коронавных шунтов и стердов. Это аномалия коронавных А.Т. и эта ситуация тогда, когда риск от проведения инсерктивной ангиографии превышает пользу. И очень важно, чтобы результаты К.Т. влияли все-таки на ведение пациента. То есть, конечно, выполнять К.Т. коронаврографию просто потому, что пациент это хочет, но не совсем, на мой взгляд, корректно. Ну вот еще одна рекомендация Европейского общества кардиологов определяет К.Т. коронаврографию как метод с высокой отрицательной прогностической способностью и низкой положительной прогностической способностью. Другими словами, К.Т. коронаврография – это идеальный метод для того, чтобы доказать, что пациент здоров, что у него нет поражения коронаврных артерий. У кого не нужно использовать К.Т. коронаврографию, это у пациента с изначально высокой вероятностью на лечественной нозы. Мы не используем ее для скрининга и не используем, ну, желательно не использовать, конечно, у пациента с диаметром с диаметром менее 2 мм, когда нам нужно исключить ростеноз. Ну и лучше используем такой фильтр с целью избежать инвазивной селективной ангиографии. К.Т. коронаврография, ну, как я сказал, высокая чувствительность, достаточно низкая специфичность и высокая отрицательная прогностическая значимость. Противопоказания к исследованию. В первую очередь, элитические реакции на контрастный препарат – это, я думаю, что всем понятно, почная недостаточность, беременность, общее тяжелое соматическое состояние, невозможность задержки дыхания – это тоже критично, потому что К.Т. коронаврография выполняется на задержке дыхания. Оженение в третьей степени приводит к большим трудностям в диагностике. Я дальше покажу примеры, как это бывает на практике. Нерегулярность ритма к тихикарти – это то, что, конечно, вызывает большие сложности у нас. Но есть и достоинства. Так, достоинства и ограничения. В первую очередь, про ограничения, про недостатки. Игоц коронаврография при увеличении больше 400 мы имеем сложности с адекватной оценкой стенозы. Пульс выше 65, чаще всего имеем проблемы с визуализацией. Нерегулярность ритма, ожирение на вегистантов и шунтов – это сложность. Основная сложность, конечно, это невысокое пространственное разрешение, особенно по сравнению с эффективной ангиграфией. Из этого выходит преувеличение данных по стенозам. Невысокое, пока еще, недостаточно высокое, как мы хотим, временное разрешение, лучевая наброска, фактор, и по ним поговорим чуть-чуть подробнее сейчас. Про временное разрешение. Важна скорость вращения трубки. То есть важно смотреть на скорость вращения трубки. Потому что когда мы делаем ката-коронаврографию, мы делаем снимок движущегося объекта. Если кто-то когда-то фотографировал, то это как выдержка в фотоаппарате. То есть если у нас выдержка короткая, то мы зафиксируем движущийся предмет четко без смазки, смазанности изображения. Если изображение, если объект двигается быстро, а у нас выдержка длинная, то у нас появляется смазанность изображения. Наша выдержка в ката-коронаврографии зависит от частоты сердечных сокращений. И мы должны попасть в определенный промежуток диастела, когда скорость движения артерии минимальная. То есть движение, перемещение артерии минимальное. Если мы попадаем сюда, мы хотим попасть сюда, то этот промежуток временной примерно 80 миллисекунд. Он около 80 миллисекунд. Поэтому временной промежуток, куда нам нужно попасть, временное разрешение, у нас достаточно жесткое по ограничению. Если мы посмотрим на техническую сторону, обычно у нас есть время обаутотрубки в компьютерной томографе. Время обаутотрубки это не совсем временное разрешение, но это то, что позволяет нам временное разрешение легко потому что временное разрешение – это половина оборота трубки. Но если у вас нет двухтрубочной системы, то это половина оборота трубки. То есть, например, если у вас компьютерный табор с временным оборота 400 мс, то ваше временное разрешение – это 200 мс. А вы помните, что наше окно – это 80 мс. Поэтому вы понимаете, что при увеличении ритма это окно еще уменьшается, и у вас при повышении ЧСС появится и большое количество артефактов. Вот пример пациента с пульсом 83, который повысился пульс во время исследования. Видим, что правая коронарная артерия не совсем четко визуализируется. Видим, что она смазана, вот она, у нее двойной контур. И пульс 56, правая коронарная артерия идеально визуализируется. Есть у нас некоторые возможности для того, чтобы обойти эти ограничения. Например, мультисегментные реконструкции, которые позволяют получать данные с разных циклов и создавать изображения. Ну, например, без применения мультисегментных, с применением мультисегментной реконструкции. Или, например, сканирование с высоким питчем. Но эти технологии не всегда доступны. Пространственное разрешение – это другая проблема. То есть, первая проблема – это временное разрешение. Вторая проблема – это пространственное разрешение. Здесь у нас нет сложности с визуализацией максимальных отделов артерии, потому что они достаточно крупные. При диаметре, например, 3,5 мм изображение артерии состоит из 32 пикселей. То есть, достаточно мы можем спокойно увидеть отдельно бляшку пристяночную, увидеть просвет и посчитать процент стеноза. При оценке дистальных отделов, когда диаметр составляет около 1 мм, изображение состоит из нескольких всего пикселей – 4-5. И, конечно, когда у нас имеются какие-то стенозы здесь, то мы адекватно оценить их степень не можем. Ну, есть, например, плоскопанельные компьютерные томографы – это публикация, но практического применения они, насколько я понимаю, сейчас пока еще не нашли. По лучевой нагрузке. У нас зависит лучевой нагрузка от метода сканирования. То есть, если у нас ретроспективное сканирование, то у нас доза от 20 до 20 примерно, ретроспективное сканирование с мегуляцией – это 5-7 мм, и перспективное – это 1-3. В среднем, если сравнивать с селективной ангиографией, это данные европейские, ну, около 4,5 мм. То есть, мы пока значительно превышаем средние дозы по селективной ангиографии. Например, немного про методы сканирования. То есть, сканирование ретроспективное без модуляции дозы. Вы включаете трубку, и она работает на протяжении всего сканирования. Доза достаточно высокая, но вы получаете возможность реконструкции изображений уже постфактум в любую из фаз. То есть, если бы у нас получилось, например, изображение на 75% коронарного цикла, то вы можете перейти и отреконструировать изображение уже после проведения исследования примерно на 40% на 50% и получить нужный результат. Сканирование с модуляцией позволяет нам уменьшать дозу до 20% примерно от максимума и включать ее на нужной нам фазе. Это позволяет нам получать информацию о функции, например, о функции того же самого клапана, о функции сердца, но и, например, получать информацию в нужную фазу про коронарная артерия. И, ну, например, на самом деле мы не всегда используем модуляцию, потому что мы перестраховываемся, потому что пациенты приходят, например, к плавным исследованиям, мы боимся иногда вот этих фартефактов. Вот исследование в диасту, в идеальную фазу, правая коронарная артерия смазана, и правая коронарная артерия, которая была реконструирована в 40% сердечного цикла, четко и ровная. Поэтому не всегда, может быть, необходимо гнаться за самой низкой дозой. Если вам нужно получить точный результат, но если вы хотите перестраховаться, то, может быть, конечно, уходить в ретроспективное сканирование. Есть еще так называемое перспективное сканирование, степ-н-шут, когда вы выключаете трубку и включаете ее только в нужной фазе коронарного цикла. Это позволяет значительно снизить дозу. По актефактам, вот если вы используете степ-н-шут технологию, то у вас могут возникнуть такие степ-артефакты, это сшивки. Артефакты сшивки, когда мы видим ступеньки в коронарных артериях. И если ступенька попадает на ту зону, на зону интереса, то у вас возникнут проблемы с интерпретацией изображения. То есть, есть ступенька как раз на уровне бляшки. Артефакты от экстрасиста мы видим, двойной контур коронарной артерии. И, конечно, сказать о том, что здесь происходит, очень сложно. Артефакты от высокого уровня ЧСС, как вы видите, например, вы ЧСС-83, мы ничего не можем сказать про коронарную артерию. Абсолютно не диагностическое изображение. И ЧСС-56, конечно, отличное изображение. Поэтому, когда вы готовитесь к исследованию, вам нужно все-таки внимательно осмотреть на ЧСС. Артефакты от низкого соотношения сигнал-шума. Про индекс массы тела мы говорили. То есть, в данном случае индекс массы тела около 30, и мы видим, какая зашумленность изображения. Здесь не помогут никакие итеративные реконструкции, ничего. То есть, сказать что-то по этому изображению про коронарную артерию невозможно. И неадекватное контрастирование, это тоже важно. Важно иметь двухковые шприцы, потому что иначе у вас могут быть артефакты от контрастного вещества в верхней полу и вене. То есть, вам нужно пробить контрастное вещество, как проб, продамить его, иначе будет вот такое изображение, которое может затруднить вас визуализацию густьев коронарных артерий. Выраженный холестиноз также является проблемой. Артефакты от металлических предметов, от электродов, это тоже проблема визуализации коронарных артерий. Теперь достоинства. В первую очередь, это амбулаторные исследования. То есть, занимает 15-20 минут, легко, выполнимо. Для пациента практически нет осложнений, если только мы не говорим про осложнение и отведение контрастного вещества. Оценка. Мы даем данные, много данных. Мы даем данные по стенозам, даем данные по шунтам, по стентам, по аномалиям. И плюс к этому мы даем много данных по структуре бляшки, по внутреннему рельефу. Мы можем дать информацию по миокарду, по средостению, по окружающей легочной пары. И это тоже важно. Подготовка к исследованию. Вам нужен глухолбовый шпицинъектор. Вам нужна достаточно высокая скорость введения. 5 мл в секунду и выше. То есть в случае коронанных артерий нам нужна высокая скорость. Нам нужна обязательно ЭКГ-синхронизация. Она бывает встроенная, бывает отдельно располагается к губиниторе. Но вам они обязательно нужны. Вам нужно количество срезов на вашем томографе 420, прошли за 64 среза и больше, а скорость вращения менее 420 миллисекунд. Вам нужна возможность суббилметровой толщины, возможности получения суббилметровых, суббилметровой толщины среза. И программа обеспечения для работы с коронанными артериями тоже необходима. Важно подогревать контрастное вещество перед исследованиями. Я понимаю, что наверняка большинство об этом знают, но тем не менее. Здесь есть, если вы используете термостатный шкаф, то есть вы подогреваете контрастное вещество, то пациент будет чувствовать себя комфортнее, у него будет меньше вероятность того, что во время исследования у него повысится ЧСС, он начнет волноваться, и у вас появятся факты оппульсации. Вот здесь график, который показывает, сколько времени нужно для того, чтобы подогреть контрастное вещество в поле за счет насадок на полу. Около 5 часов. То есть эти насадки не подогревают, они поддерживают температуру, которую вы залили туда. То есть если мы подогреваем за счет насадок, то мы не можем, как говорится, карантировать, если вы налили 20-градусный контрастный препарат, подогреется он до 36 через 5 часов. Подготовка пациента. Не пить кофе в день исследования, потому что после двух чашечек эспрессо у людей обычно повышается ЧСС, и об этом нужно предупреждать пациента не курить. Прием пищи желательно за 3-4 часа до исследования, и желательно не переедать. Институт не проводится с контролем цифров давления и пульса, с приемом нитроглицерина. Из этого выходит следующий вопрос. Нам нужно предупредить пациентов, чтобы они не принимали средства, улучшающие потенцию, потому что вот эти средства, они в кубе с нитроглицерином вызывают очень большие проблемы при проведении исследований, поэтому об этом нужно спрашивать. И бета-блокады, изучают исследования, но здесь в первую очередь, конечно, это вопрос к кардиологу, потому что мы с вами не всегда имеем сертификаты для назначения этих препаратов. Расположение пациента. Пациента желательно немного сместить вправо, чтобы пациент лежал не посередине стола, а сердце оказалось посередине стола, чтобы сердце оказалось в изоцентре. То есть вы чуть-чуть смещаете пациента, и сердце у вас оказывается в изоцентре. Делаем топограммы, размечаем исследования, дальше получаем кальций-скорринг. Кальций-скорринг у нас, как вы видите, по нашим рекомендациям, если повышается от 400 до 1000, то у нас уже рекомендация дальнейшего проведения невысокая. Для чего нам нужен кальций-скорринг? Ну, в первую очередь, для подсчета коронарного кальция. То есть если мы считаем, что коронарный кальций зашкаливает, то мы можем принять решение о том, чтобы дальше мы исследования не проводим. В том числе, дальше мы можем использовать для разметки зоны исследования, то есть для того, чтобы точно определить уровень устья коронарных артерий и сузить дозу, сузить зону сканирования максимально. И для оценки качества получаемого изображения, то есть если мы осканировали на стандартных параметрах, и на кальций-скорринге мы видим, что у нас очень зашумленное изображение, мы понимаем, что дальше нам нужно добавить либо массы, либо киловольты, для того, чтобы нивелировать вот это влияние. Трекер обычно выставлен в руку от Сутрохеи. Вот по поводу отслеживания болюса есть разные мнения, где вы отслеживали болюс на восходящей и нисходящей, либо влево в желудочке. На наш взгляд лучше всего отслеживать на нисходящей аорте, просто чуть раньше сканировать, начинать сканировать, потому что на нисходящей аорте меньше вероятности наличия артефактов от контрастного вещества верхних полувени. То есть если у вас стоит восходящая аорта, у нас пару раз было такое, что у нас начиналось сканирование раньше, чем нужно. Поэтому мы предпочитаем нисходящую аорту. Объем контрастного вещества. Здесь вот есть три варианта. Объем на массу тела умножить на 1,3. 100 мл и еще чем больше, тем лучше. На самом деле ни один из этих вариантов, на мой взгляд, неверный. Поэтому то, что с фотографией был, можно удалить с фотографией. Мы должны исходить из времени сканирования. То есть мы берем время сканирования, добавляем задержку на голосовую команду, добавляем, можем добавить неперечественные 2-3 секунды. Например, на катаконографии мы задержка 5 секунд, на голосовую команду сканирование 10 секунд, умножаем на скорость сведения, получаем 80 мл. То есть нам не нужно всегда вводить максимальное количество, не нужно всегда вводить, например, 100 мл, использовать весь объем. Но для шинтографии, естественно, так как у нас увеличивается длинное сканирование, то у нас увеличивается объем контрастного вещества. В итоге мы получаем послойное изображение, к сожалению, видео не работает, поэтому послойное изображение, криволинейные реконструкции и 3D-реконструкции. Это те изображения, с которыми мы в первую очередь работаем. Послойное изображение – это то, что наш основной инструментарий. Криволинейные реконструкции нам помогают в работе. 3D-реконструкции идеальны для того, чтобы продемонстрировать данные твердых хирургов или продемонстрировать, например, аномалии отхождения коронарных артерий. По анатомии, здесь есть стандартная схема, есть правая коронарная артерия, кто может и занимается, я два слова скажу, правая коронарная артерия, левая коронарная артерия, правая коронарная артерия, отходит у нее из ветви конуса, синатриальная ветвь и ветви острого края, дальше она переходит на нижнюю поверхность сердца. Левая коронарная артерия делится на огибающую ветвь и на переднюю межжелудочковую ветвь. Иногда бывает такая ветвь, как называется рамус интермедиус. В таком случае мы можем говорить о трефлюкации левой коронарной артерии. Левая коронарная артерия, она короткая. То есть это ствол левой коронарной артерии, который делится дальше на огибающую и переднюю межжелудочковую артерию. По диагностике ИПС. Но если мы видим проходимые артерии, то, конечно, мы пишем о том, что артерии проходимые, никаких стенозов нет. Если у нас есть бляшка, то мы говорим о степени стеноза, и дополнительно к этой информации желательно добавлять оценку структуры бляшки, то есть рассказать, какая бляшка кальцинированная, может быть, фиброзная, может быть, липидная, с признаками или без признаков нестабильности. Степень стеноза можно мерить вручную, то есть померили диаметр артерии на уровне стеноза, померили на референтном уровне и сопоставили. Либо можно довериться системе, которая может сама сопоставить эти диаметры, но нужно всегда проверять, правильно ли она померила стеноз. У нас, конечно, когда мы пишем стеноз 68,7%, то очень низкая возможность повторить этот результат. То есть следующий врач померяет, у него получится 70,2%. Поэтому, конечно, есть такой вариант с использованием языковых вербальных значений, то есть сужение, например, минимальное, среднее, тяжелое или окклюзия, которым соответствуют различные процентные числа. То есть в каждом есть определенный разброс. То есть это позволяет нам увеличить повторимость одних и тех же результатов. Оценку структуры бляшки, думаю, что Татьяна Николаевна, наверное, больше об меня расскажет. Я быстро расскажу, что есть просто бляшки, которые нестабильные. И об этом, о этой нестабильности, конечно, нужно говорить. То есть если мы видим позитивное ремонтирование стенки, если мы видим мелкие точечные кальцинаты, если мы видим бляшку с низкоплотным центром или бляшку с синтоном салфетки, то есть более плотная периферия и менее плотный центр, то мы должны написать про это. То есть не только написать просто нос, но и написать про признаки нестабильности. Мы это пропустим. Я думаю, что об этом будет следующая лекция. Не будем заходить на чужую территорию, тем более время заканчивается. КТ коронорографии в послеоперационной оценке мы видим, что, например, со стентами история такая. Если стент меньше диаметра, диаметром меньше 3 мм, то рекомендация очень невысокая. Если стент диаметром больше 3 мм, то рекомендация значительно выше. Но, например, может служить и такие изображения. Стент менее 3 мм, конечно, здесь нам сложно говорить о том, есть ли там сужение, есть ли рест данного стента или нет. И с стентом выше 3 мм в диаметре, конечно, мы можем совершенно спокойно говорить о проходимости стента. Также, кроме проходимости стента, мы можем говорить о послеоперационной оценке, о переломах стента. Честно могу сказать, что мы в своей практике ни разу не видели переломы стента, но в литературе описано, поэтому я посчитал своим логом и сказать о том, что такое может быть. Но мы такого ни разу не видели в практической работе. По шунтам все значительно лучше. То есть уровень рекомендации 8A, потому что если мы видим шунт, то значит он функционирует. Если мы шунт не видим, значит он трагмирован. Здесь все очень просто. Оценка, конечно, должна быть и проксимального настомоза, и дистального настомоза, но чувствительность и специфичность по оценке шунтов достаточно высокая. Атомический вариант отхождения коронарных артерий это идеальное применение КТ-коронарографии, в том случае, особенно, когда мы дифференцируем доброкачественный вариант отхождения от злокачественного. То есть при доброкачественном отхождении, например, левая коронарная артерия может отходить от некоронарного синуса. При злокачественной форме правая коронарная артерия отходит от левого коронарного синуса, или левая коронарная артерия отходит от правого синуса. И тогда эти артерии зажимаются между выходным трактом правого желудочка, между левочной артерией, и алотой, и при повышении пульса, при нагрузке может возникать острый коронарный синдром. Вот пример из литературы. Фаз диастолы устья достаточно легко прослеживаются, фазисистолы устья практически не прослеживаются. И, конечно, об этом нужно, можно и нужно писать, и в этом мы сильны. Анатомические варианты по поводу миокардиальных мостиков, они часто встречаются, но интерпретация должна быть с использованием клинических данных, потому что только наличие мостика без клиники, это ни о чем не говорит, то есть мостик может никак себя не проявлять. Если есть и клиника, и мостик, тогда это уже совершенно другой случай. Артериозные фистулы, это то, в чем мы тоже очень сильны, и то, в чем мы можем дать много дополнительных информаций. По оценке функций сердца, конечно же, это только дополнительные данные, которые мы получаем в кубе с КТ-коронарографией. Но, тем не менее, к сожалению, видео тоже не будет работать. Тем не менее, мы можем, если мы сканируем с модуляции дозы, или мы сканируем в ретроспективной методике без модуляции, мы получаем все данные функции. Мы можем получить их автоматически, система нам выдаст ударный объем, фракцию выброса, и просто скопировать и вставить наше заключение. Это будет дополнительная информация, которую мы можем получить в рамках проведения КТ-коронарографии. По перспективам, ну, конечно, перспективы метода у нас такой вообще метод очень быстро развивающийся. Я и говорю не про КТ-коронарографию, а компьютерную топографию в принципе, и вообще лучевую диагностику. И КТ-коронарография, конечно, тоже развивается достаточно быстро. Конечно, скоро, я думаю, что мы будем уже сканировать при любом числе, в любом числе, в действительности сокращения, при нерегулярном ритме. Мы можем в дальнейшем снижать дозу унизирующего излучения. Можем использовать спектральный КТ больше для оценки структуры бляшки. И оценку функциональной значимости структуры бляшки можно более точно проводить, например, через КТ-перфузию или через оценку фракционного резерва кровотока. Например, FFA, СТИ-FFA, уже сейчас достаточно, ну, все вендоры уже сейчас развивают это направление, насколько я знаю. И вскоре у всех уже будет покупатель, например, компьютерный томограф с кардиологическим пакетом, у вас уже включен вот этот пакет FFA. И два слова про систему квадратов у нас, я думаю, что вы знаете, система BIRATS, 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 LANG RATS. И я думаю, что в скором времени будет уже и к нам придется система квадратов, это стандартизация заключений. То есть, когда мы видим определенные изменения в артериях, например, при стабильной дистинкардии, при остром коронавном синдроме, мы видим определенные изменения в артериях, мы можем просто использовать шифры для того, чтобы составлять заключения и будем говорить с клиентистами на одном языке, так же, как происходит, например, с онкологами, которые перейдут в предстательную железу. Ну, вот, например, квадрат с 0, это отсутствие бляжек. Все, заканчиваем, заканчиваем. Итак, последний слайд. Катер-коррорография – это выбор аппарата должен быть. И когда вы выбираете аппарат, нужно в первую очередь смотреть на временное разрешение, на время аннотации трубки. Отбор пациентов должен быть. И в первую очередь мы смотрим на частоту сидящих сокращений, на невысокую массу тела. И должна быть низкая или средняя вероятность наличия поражения коронавных артерий. Единственная независимая методика, которая может оценить морфологию бляжки – это методика эффективного оценки проходимости шунтов, оценки проходимости стендов, но есть стенды большого диаметра, то есть больше 3 мм. И, конечно, высокоэффективного оценки аномального отражения коронавных артерий дают дополнительную информацию о окружающих тканях. Возникает сразу масса вопросов, а мы не имеем возможность обсудить. На сколько срезов вы сейчас ориентировали вот это ваше представление, да? На сколько срезов вам упрать? 128 сел. 128 сел. Ширинандо-детектора какая? 4 сантиметра. 4 сантиметра. Смотрите, мы еще одну вещь забыли даже сказать о том, что мы наезжаем на работающее сердце, что выносит страшный дезонанс в моего реконструкцию, и в том числе мы не можем по-человески употреблять даже перфузию миокарда, хотя уже сегодня это мы делаем. То есть это важно подчеркнуть и обсудить. Мы, к сожалению, теряем много времени на побочные вещи, да? Там на шунты. В шунты уже давно доказано, что это золотой стендарк, и вообще о нем не нужно вспоминать. Диаметр стента важен, а материал важнее, чем диаметр. Поэтому нужно делать, конечно, шириной средства. Какой? Вы говорите, самое маленькое. Какой? А, шириной. Шириной средства первичной. 0,5. 0,625. Ну, только два их есть. Или две ширины. Все, понимаете? Тогда мы, если делаем одномоментно на широком детенке, мы сразу попадаем в просвет этого стента. Сейчас уже нет таких стендов, которые делали 20 лет тому назад. Сейчас есть рассасывающиеся стенды, которые мы вообще не можем увидеть через год, да? Только по метке платиновых украин. Очень много интересного. И это важно. И поэтому надо было бы, конечно, сконцентрироваться. Спасибо большое. Очень интересное сообщение. Но обсуждать, но я боюсь, ты пуша в кулуарах, да? Между секциями.